Сегодня я хотел бы вас познакомить с одним из моих любимых пациентов, моим самым близким товарищем, Александром Васильевичем Щерпаковым. Причем самое интересное, что я его поймал, так сказать, на лету. Потому что человек, который между Россией и Китаем, тут неизвестно где, человек, у которого каждую минуту на счету, поэтому даже здесь весь коллектив был собран для того, чтобы его снять. Он даже еще не совсем понимает, что здесь будет происходить, а происходит следующее, что на самом деле я сейчас делаю свое телевидение в интернете, и ситуация такая, что я показываю тех людей, которые справились со своими проблемами при помощи моих знаний, моей помощи, помощи других людей, которые были, но справились сами, и которые имеют право поделиться своим опытом, потому что для тебя самые главные дела, вот то, что ты справился, это как бы считается совсем другого плана. Но у тебя есть определенный опыт, определенная уверенность, и действительно право рассказать о том, что было, как ты себя сейчас чувствуешь, как людям примерно с такой же ситуацией поступать. То есть, собственно говоря, ты как бы смотришь в камеру, а там сидит Чербаков только до приезда ко мне. То есть вот таких Чербаковых много, причем не только здесь, а по всему миру. Потому что сейчас те нагрузки, которые ты выдерживаешь, не каждый здоровый спортивный человек выдержит. Причем даже его я сколько раз приглашаю, надо заняться, надо еще поработать, надо еще восстановиться. Он говорит, нету времени, вот будет время через год. Ну, я понятно объяснил, да? То есть принцип какой? Я показываю, что было с тобой, ты рассказываешь. Затем покажешь какие-то упражнения, которые тебе запустят. То есть на самом деле расскажешь и свои плюсы, свои какие-то опасения, свои какие-то ошибки, что тебе больше помогло. То есть человек, который сидит там, ему это очень важно. Тем более я говорю, что даже я не могу говорить то, что скажешь ты. Потому что я через то, что ты не правил, через Аликулин прошел, сам на тобой серьезно. Теперь я могу уже рассказывать очень серьезно, да, как через перелом. То есть я понятен. Ну, если вот расскажешь, что с тобой было, это сколько лет назад уже? В 93-м год началось. В 93-м году. И что началось? Началась экстрасистолия, аликум, а потом отрицательные дни перешло. И приступы были раз в месяц такие серьезные приступы. И дошло до того, что надо было делать операцию по уже времени в каждую семинацию. Ну вот немножко поподробнее про, так сказать, приступы. Они были раз... Ну, до этого там поясница болела, там пакикулит, брака. Ну, с чего все потихоньку начинало. А потом уже, так сказать, приступы и приступы снимались только в реанимации. Да, в реанимации. То есть постоянно прием медикаментов по схеме, и все равно на этом фоне возникали, как я не знаю, пароксизмы. Там, по-моему, пульс, если я помню, это уже было давно, это где-то там под 120-130. Нет, ну, рабочий стандартный пульс был где-то порядка 110-130 ударов в минуту этого при... Спокойном состоянии. Спокойном состоянии, да. А так где-то получалось 140 и с перебоями совсем. Ну, в чем... Аритмия была там. Чуть не трех типов одновременно. Ну, это... Как? Да, ну, так сказать, здесь такой набор был настоящий. А препараты не помнишь даже каких-то, не было? Карторон. Карторон. Поставим в схеме, уже нервы. Так сказать, и чем лечился? Так сказать, чем пытался выйти из ситуации? Ну, так вот, капельницы. После капельницы? Да, после капельницы, да. Снимают приступ, после этого снова кинем. А потом, так сказать, там консультация, где консультироваться? Ну, консультировался, где обследование в Челябинске проходил. Потом же, вот, последний был в Москве. Нашел профессора, Николая, по-моему, фамилию Прогилова. Потом посмотрел, и говорил, ну, есть два способа. Или это чудо-то произойдет, или надо оживлять все. Кардиостимулятор. 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 Как он, как это? Поставить кардиостимулятор, пить, пить? Пить, пить, на батарейке. Это уже инвалидности, в принципе. Ну, я не великий специалист по пиологии, но долго не живу, говоря. Ну, и будем говорить так, что вот волей судьбы получилось так, что через товарища, через... Ну, это получается, 14 лет назад мне было 38 лет. То есть, 38 лет с этим болезненным практически так. Ну, а потом, действительно, Айсен Васильевич, он человек, который занимал такой серьезный руководящий пост. Ну, сам директор по экономике был, завод. Уралаза. В России был. Тем более, нагрузки такие колоссальные, все и психологические, и физические, и все. Перестрой, перестрой закончился, развал Союза, 93-й год. Как бы, полный процесс. Да, и как раз тут нужно максимально работать, и все, а человек. Ну, и, собственно говоря, так, волей судьбы его познакомили со мной. Ну, кстати говоря, когда сказали, что там ехать ко мне, наверное, как-то и... Мне просто, как бы, это самое, предложение прозвучало, и другой шанс надо использовать. Поэтому ставил встречи и начали заниматься. Ну, и скажем, вот первая встреча и первые занятия, и все что, они, так сказать, какое впечатление? Ну, теперь уже можно говорить, как бы, так, заднее впечатление. Да, появляется доктор Попов, который, уверенно, тебе говорил. И это сделает, все будет нормально. А внутри горсть таблеток, значит, нормально, и сомнение. Не лажа ли это какая-то, да? Что из этого получится? Ну, то есть, с одной стороны, как бы, было желание уйти от этого дела, так? Просто, ну, искреннее желание и стремление все это дело победить. Второе время, значит, как на качелях. Вера-то была по поводу неполная. Ну, это нормальный вариант. Это нормальный вариант, поэтому таблетки принимал, и Петр Санц говорил, ты заниматься-занимайся, таблетки можешь не прекращать. Прекратишь, когда не забудешь. Ну, вот, кстати, я запомнил, запомнил. Да, это весь, потому что на самом деле очень важно, что... То есть, в своем смысле, что надо съесть. То есть, по графику, ровно по времени, туда закидываешь, нормально. Потому что есть такое выражение, что если мы что-то теряем, то это два варианта. Или ты недостойный, или оно недостойно тебя. То есть, если, так сказать, уже коньки отбросил, лекарства они не нужны, то есть, они выше тебя. Если ты стал здоровее, то они становятся не нужны тебе. И вот я хочу сказать, я помню, что мы занимались еще, когда я жил в Тушино. То есть, причем... Потом, бах, началась эритмия. То есть, потом приезжала знакомая твоя, когда у меня идет эритмия, мы там таскаем, предоставляем, он говорит, его в реанимацию надо, а я так просперещу. Или я лучше сдохну, да? Или, значит, все-таки я предоставляю это дело. Вызвал машину с Урала, Слава помнишь, да? Да. 14 дней прошло, ты сказал, все, точка, больше я ничем помогу, помогу. Теперь ты сам. Я с эритмией сел в машину, отъехал 200 километров по Владимиру, у меня все прекратилось, и 3 года не было вообще ничего. И вот я хочу сказать, что здесь очень важный момент, что он занятый был человек, и вот часто пациенты подстраивают и время, и все по себе. То есть, я в это время не могу, вот в это время я к вам могу приехать, а вот здесь у меня нет, а вот там я буду. И вот вы сделаете так, чтобы было удобно. На самом деле человек не понимает, что он подстраивает даже под свои болезни, почему врач должен быть свободным от денег, от начальства. То есть, тогда он может сделать результат. Если же сверху, и вот, Александр Васильевич, у него была такая вещь, что, поскольку я говорил, в основном он и приезжал, неважно было утро, куда, то есть вопрос не возникал, куда приехать и во сколько. Вас только сказали, вас только приезжали. Но и еще, что важно, это тоже важный момент, я хочу сказать, что это вот здесь и Виктор сидит, помнит. Там была одна ситуация такая, которая вот, кардиолог смотрела, когда мы занимаемся, мы занимаемся гимнастиком, у него пульс под 140, с перебоями, мы занимаемся по нескольку часов в день, она смотрит на меня и говорит, Петр, ты вообще что делаешь? Ведь если что с ним случится, его в реанимацию нужно, а ты с ним работаешь, ты вообще мозгами-то варишь, то есть это она без него уже говорила, ты вообще не просто рискуешь, ты сверху рискуешь. И вот одна ситуация была, тогда нужно было действительно удержаться. Когда мы работали, и в одно мгновение Саша отключился, то есть просто потерял сознание, причем он здоровый, крепкий, все, упал, лежит, глаза закатил, изо рта идет пена. Вот, так сказать, Виктор рядом был, как разделься с себя. И я вот в долю секунды пролетела вся жизнь, все слова и все остальное. Ты понял, ты взял на себя ответственность. Если с человеком что-то случится, у него семья, все, даже перед собой, перед сосьмой, ты уже ничего не сделаешь. Потом так раз, раз отходит, а потом уже такое, так сказать, ты рисочек по его удаже. Нет, ну, после вот этого момента у меня и пульсик упал. Нормально. То есть надо было пройти такую вещь. Да, а потом, когда, будем говорить, то есть аритмии, такой сильной, как бы, ее не было. Потом она появилась перед окончанием, перед окончанием, и вот я с ней уехал. И когда, перед Владимиром, у меня такое ощущение, еще сердце остановилось, когда пульс остановился, и после этого где-то примерно, ну, в районе 62-68 ударов, и, в принципе, как бы, все было нормально. Через три года у меня было повторение приступа, да, аритмии, на фоне чего, ну, с нефтяниками работали, как обычно, перегрузились. То есть, я четко вывел, что мне алкоголь против показывать сейчас, потому что идет нагрузка, видимо, на серьезную. Но там мне нагрузка была, по-моему, бутылка этого, бантокрина, для этого. Да, это много чего было, там виски, примерно, литр, и так далее. То есть, по-серьезному, что было. Организм не выдержал. Так, такой радость. Вот, но вопрос такой, то есть, сегодня, в принципе, мне 52 года, то есть, это прошло 14 лет, то есть, у меня в этом плане все нормально. Самое главное, что гимнастика позволяет и позвоночник восстанавливать, то есть, вот эти вот, какие-то моменты возникают, из комфорта. Но, кстати говоря, потом мы уже занимались еще несколько раз, то есть, на самом деле, мы поверим в это во все. Нет, понятно, еще, да. Потом, я вспоминаю еще слова моей мамы, которая меня врачом сделала. Получилось, в гимнастике она вес стабилизировала, то есть, у меня где-то до 16 лет выходил, сейчас для этого, ну, рабочий вес 100-102 килограмма на мне держится. Ну, нормально, то есть, для тебя это. И еще очень важно, что здесь был такой момент, когда вот, насчет препаратов, у него перебои идут. Я говорю, Саша, принимай лекарство. Он говорит, не буду. То есть, на самом деле, если ты пациенту отменяешь лекарство, то человек еще не готов. Если же он взял на себя ответственность, значит, есть внутренняя уверенность в том, что от лекарства он не может отказаться. И вот он поехал, я уже даже волнуюсь, я уже устал, потому что там вот это падение, нагрузка целый день и все. То есть, это вообще, конечно, после таких испытаний уже становишься настолько родным друг другу, что, так сказать, все остальные какие-то моменты, они уже отступают. И вот, я хочу сказать, что еще даже был момент, он такой тоже важный, я тебе никогда не говорил, но очень важный. То есть, мы договорились о том, что оплата будет в конце курса. И вот, когда он мне говорит, в конце курса дают деньги, я говорю, Саш, ты знаешь результаты? Он говорит, все равно я оплачу. То есть, на самом деле, он даже не понял... То есть, на самом деле, вот это тоже очень важный момент, что даже где-то я не столько это, как бы, ощущал и все, но когда он поехал, я еду, и чувствую, что-то не хватает, что-то не хватает, но чувствую, у меня пульс нормальный. И потом ситуация возникла вот обострение. Опять возникло обострение, но уже из этой ситуации мы вышли намного проще. То есть, это, вот когда лечат, то человек уходит в болезнь, и его оттуда вытащить тяжело. Здесь, как-то... Саш, ну ты же сам мне говорил так, что нагрузка берет всегда самый здоровый орган, да, в организме. То есть, нагрузки, которые я вот сегодня переношу рабочие, это, ну, примерно, 12-14 часов рабочий день. Плюс постоянные перелеты там. Ну, сейчас у него настолько серьезный бед, что я думаю, что даже тот, который был сейчас на порядке меньше. Ну, и поэтому, получается так, организм насилует в полном смысле слова. То есть, надо к себе относиться берегусь. То есть, когда идет перегрузка, все равно он сказывается, да? Вот. Поэтому, вот, как бы, если бы я сейчас был в том состоянии, как раньше, вообще брезь сильно выкид. потому что не только, там, ты, спортсмен, молодые, но я же, например, я думаю, команда, которая у тебя молодых, и кто не выдержит тех нагрузок. Бизнес выливается потому что серьезный. Поэтому, ну, я сегодня абсолютно уверен в себе. То есть, у меня нет проблем со здоровьем. Нет. чем как бы была проблема с сердцем, но через сердце мы восстановили и позвоночник, и питание, и нагрузки, и физические, и все. То есть, здесь, как бы, тот вариант, когда вот даже сейчас, я говорю, Саш, нужно еще восстановить. Потому что, гимнастик, она помогает, еще и стрессовую ситуацию снимает. Потому что, все начинает с чего? Идет стресс, же давление, какое-то там, нагрузка, перегрузка. Вот. Ну, ты знаешь, как из этого выходить. То есть, начинают делать какие-то упражнения, ты знаешь. Я вспоминаю, что это было, сколько мы занимались? Мы прошли несколько курсов, наверное, курсов 5 или 6. Нет, мы прошли курсов порядка, наверное, если в целом посчитать 11-12. 11-12. Ну, вот в начале. Три приезда на Урал были, на природе. Ой, там на Юдаре, на озере. Да. Так вот, по большому счету, начале у нас было, по-моему, 4 или 5. Причем, еще я хочу сказать, что когда увидел эти результаты, то он организовал занятия для жителей МИАС, почему они даже не знали, откуда взялся. Для родственников, прежде всего. Ну, для родственников. Жуа, теща, мать, тесть, друзья. То есть, вот, сделали. Те люди, которые имеют проблему, они от них тоже выходили. Вот, скажи мне, пожалуйста, когда начали заниматься, какое впечатление было о занятиях, то есть, как бы, об упражнениях, они какое впечатление первое вызывают. Теорию я понимаю, потому что теория, она очень много. Ну, как, идет движение, да, если ты его делаешь правильно, получаешь от него удовольствие, удовлетворение. Вот здесь тоже очень важно, получаешь удовлетворение и удовольствие. Без удовольствия. И вот найти движение, чтобы оно давало удовольствие, это очень важно. И прежде всего, надо сначала верить, что будет результат. Вот так надо верить. То есть, все свои, так сказать, статистические настроения бросить надо. То есть, надо упираться, как говорится, и получать результат. Боже, не чувствуется. А вот скажи, какие упражнения делали? То есть, то, что помнишь из того, что... Ну, это бег, это дыхательное упражнение, это трясучка. Как называть? Перенос вот тяжести с ноги на ногу. Ага. Вот. И, значит, кручение с единостройки. Ну, вот давай сделаем, начнем с кручения, а потом просто по секунде покажешь все остальные упражнения. Почему? Потому что, как тебе сказать, потом я расскажу более подробно, расскажу, как делать эти упражнения. Но мне важно, чтобы вы увидели того человека, который прошел через это. Потому что доверие тебе, я тебе честно хочу сказать, больше, чем доверие доктора. Александр, ну, понимаешь, вот, тут еще нюансы есть. Для того, чтобы делать упражнения, что-то, это надо, как в храмную молитву приходишь, надо настроиться. Обязательно. То есть, надо вот это, оттепь паула. Айсан, не просто так сел, а механически. Мы же, помнишь, когда... Значит, клинику привозил, проблемы были истремления позвоночника, три зоны, которых сегодня нет. Это на Кутузовском проспекте. Когда буря прошла в Москве, это действительно уникальные вещи были. Там буря прошла, деревья поломные, люди какие-то... И вдруг такой спокойный человек... Ну покажи, как все дела, и чуть-чуть врачей... Пойми еще правильно, что когда человек готовится к чему-то, это не спонтанность. Это... Причем, вот посмотрите, как работает человек. Даже какие проблемы, все... Дома говорят, звонят, а где Александр Васильевич? Занимается. Уходил в комнатку, и тихонько... Чун-чун. Вот, два буквально слова, и что... Сесть надо так, чтобы это самое удобное было сидеть, чтобы не пережимало. Вот, значит, тельничка, вот копчик, ловишь вот так себе, глаза закрываешь, потому что с открытой меня нет концентрации. Вот берешь руки, как будто вот яблоко взял руки, или мяч, вот чуть-чуть прикоснулся, но не давит ни в коем случае. Легкое ощущение. Вот. И вот позвонок почувствовал, начинаешь гонять колечко потихонечку. Поднимая скобчика вот до... Тельничка. Тельничка, и опускаем обратно. При этом надо очень хорошо прочувствовать движение, что вот это колечко идет, и получается даже, где проблемные зоны, там где-то пощелкнуть, то есть позвоночник становится на место. Вот здесь очень важно, что это упражнение, которое делает плод чреве матери. То есть плод чреве матери примерно имеет положение такое, и тихонько все время вращает к позвоночнику. То есть, когда заметили, это потрясающий опыт. Да, и вот с поясницей, как бывает, когда наездишься в машине, или в самолет, бывает кресло неудобное. но уже деревенеет, начинает болеть. Вот то есть садишься, ловишь... То есть сейчас периодически делаешь это? Конечно, периодически. Когда вот есть, ну, начинается острая боль. Пока терпеть можно, как внимания не обращаешь, некуда. Когда начинает побаливать, садишься, ловишь вот это положение, и на грани боли работаешь, то есть разминание. И ведешь тем, чтобы... ну, допустим, три-четыре дня, и практически все это делаешь. Вот здесь очень важно, что, наработав определенный опыт, как человек, который может есть на велосипеде, он быстро на уровне поедет на любом. Поэтому здесь ты не только гимнастикой занимаешься, как бы, вот дамы, минуту, но и делаешь перспективу на... И нюанс какой, то есть, вот, допустим, что, какое ощущение надо поймать? Вот правильное движение, то есть чувствуешь, и вот пальцы должны вот как магнит с железом. Силовое поле появляется, то есть, легкое ощущение. Разорвать не можешь. Усилие прикладываешь, а руки не расходятся. То есть, идет ток. То есть, вот прям гудят пальцы. Вот у меня ощущение, это если бывает так, что иногда делаю так, упражнение, руки просто опускаю, крутить начинаю, и в землю идет эффективность. То есть, вот такие вот вещи есть нюансы. Но вот это вот приходит, и правильно вот. У меня сейчас, через 30-40 секунд, ток появляется сразу. То есть, значит, я делаю правильно. То есть, идет какая-то внутренняя энергетика работает в организме. Идет восстановление. То есть, это, ну, как бы, функциональное восстановление нормального положения. Положение работы. То есть, в принципе, вот это упражнение чаще всего делаешь? Чаще всего делаешь? Самое простое, самое эффективное. Представляете? При пояснице. При пояснице. Да. Грудной бывает отделка ведет. Ну, сидишь неровно в машине, ты не просыпешься. Где-то тряхнуло, грудной он за собой сердце стянет. Дискомфорт появился, начинаешь искать, как сделать. Ну, и потом еще вот хорошие упражнения, эти путебушки. Путебушки. Как ты делаешь? Ну, сначала делаешь вот эту зону, потом... Шею? Нет, сначала основание, потом шею, потом грудную. Путебушки. а быстренько покажи, то есть как оно делается. Раз, потянулся, раз. На счет 10, как бы, чуть-чуть продолжаешь. Тогда дотягивай, да. Ну, это с какими-то... Вращение делаешь аккуратненько. Ну, весь комплекс. То есть, вперед, назад, бока, да? Потом вытягиваешь, сжимаешь, причем надо, ну, чтобы у тебя... Кстати говоря, это комплексы есть вот 10 фильмов, об лечении. И вращение. Основные. Там как раз есть все. И вращение. А вот бег, седание, все. Трясучку, теперь, речь, делаешь? Ну, трясучку я ее практически не делал, потому что трясучку, ну, нужно встать, как-то там, отца... Ходьба, бег? Бег делаю. Бег делаю. Да, если бывает, вот, суставчик. Да, потому что там были проблемы, то с коленами, он уже на горных лыжах носился. министр был. Да, министр был, тоже, у нас проблем исправить. тогда сейчас мы встанем, и тихонько просто покажешь бег, и все, потом несколько минут, и мы закончим. Так, ну, Александр Васильевич, мастер-класс, покажи, как... ну, остановишься, допустим, ноги где-то примерно на ширине плеч, может, чуть поуже, кому как удобно. Полу расставленное состояние, опять вот эту очку, позвонок был, и начинаются движения легкие. Так, ну, и вот тоже посмотреть, да, можно делать, и делаешь таким образом, что обязательно пяточкой чуть-чуть, ну, носок можно отрывать, можно не отрывать. У меня, когда побаливает, лучше я носок не отрываю, проще делать, нагрузку меньше. Поднимаешь ногу, нагрузка увеличивается, то есть, дозим рыши, и идет легкий пик. То есть, ловишь положение, чтобы пошел, скручиваем, не разогреваем. Посмотрите, ни напряжения, ни расхляпанности, а как хорошо. Да, или расхляпанности, то есть, должна быть собрасть. Можно варьировать как? Можно более расслаблено делать, можно подсобраться, и, соответственно, как бы, тонус организма принимаешь. варьируем. Хорошо. Ну, потом, на скорости, да, все. Да. Так, а трясучку покажи. Вот трясучка делаешь, на уровне шире, может, это самое. Опускаешься, так же, вот точно, вот эту ось, расслабленная, начинаешь вот. И, как бы, позвоночник, как пружина работает, примерно, вот такой вот. Массирует. Да. Хорошо. голова не должна болтаться, то есть, всегда надо ось держать как-то. А вот с ноги на ногу упражнение? С ноги на ногу, то есть, получается, почувствовать центр тяжести, можно вот так же, как вот на кручении, взять, ловить момент, вставить в положение, и вот надо перекатываться. С ноги? И, если, допустим, вот у меня-то ощущение, что, как будто из одной руки в другой жидкость перетекает, как будто здесь вот держишь, вот грушу такую резиновую с водой, и такой даже вот идет импульс, как будто раз, вода попала, два попала, то есть она перетекает вот так. Очень хорошо. Вот это упражнение, оно очень хорошо в зависимости от сосудистой системы. Да, при этом парце появляется. Раз в одну, раз в другую. То есть я хочу сказать, это уже человек, который сам, пройдя через это, имеет такой вот, сейчас он даже говорит о некоторых вещах, которые я узнаю, очень важны и для себя, не только для вас, но для себя. Потому что, если вот этого ощущения, перетекания нет, значит упражнение, делаешь неправильно. А с дыханием? Ну, дыхание, это вот, либо так, либо так, можно дыхать, и дыхание. Тоже, есть положение руки, и можно просто, значит, начинать по-разному, дозировать, и суставы закручивать, и позвоночник, и, то есть, набираешь воздух, а потом с усилием, как-то вытолкнешь. Ну, покажи. Посмотрите, насколько красиво и гармоничное движение. Они похожи на то, как человек косит. То есть, коса, это очень, так сказать, не только траву косит, но это очень тонкий инструмент настройки человеческого тела. То есть, только здоровый человек может очень долго косить траву. Если какие-то проблемы он неправильно поставит, скажи мне, пожалуйста. Ну, при этом упражнении идет разогрев, вот как бы бывает, когда пробежишься, ну, стоять перед тем, как потеешь. И, если правильно разогрел, даже головная боль проходит. Вот у меня такие вещи, то есть, нагрузку на гости встал, подышал, бывает, что в голове какие-то мысли, напряженность есть, уходит это моментально. То есть, так поработал, то есть, и сейчас, или с колеси, себе дает? 10-15 минут. Сейчас мне это проще еще делать. Я могу это делать, ну, две-три минуты и ты получишь. скажи мне еще, вот для тех людей, которые смотрят, которые ждут кардиостимуляции, которые сидят на препаратах, вот что бы ты мог сказать, тем более, имея право, потому что ты справился с серьезной проблемой и уже, так сказать, ну, прошло, сколько, более, 13 лет? ну, вот у меня с 90-го, 14 лет, да, на 93-м была экстрасистами, в 95-м устойчиво мерцательные появились, в 96-м мы начали где-то вот заниматься. с 96-го, ну, составляем где-то 10 лет, получается. Уже 11 лет, уже 11, да. Потому что мы встретились весной 96-го, это был конец апреля, начало мая. Причем вот здесь что важно, что вы видите человека, просто можно сказать, ну, ладно, можно снять приступ, отдаленный результат. Вы видите здесь и отдаленный результат, и очень важно, тем более, действительно, нагрузка сейчас такая, которой даже раньше не было. Столько и перелетов, и стрессов, и моральных, и духовных нагрузок, всего, и он очень многим людям помогает. То есть это не каждый, даже очень молодой, здоровый, спортивный человек выдержит такие нагрузки. Ну, и все-таки несколько слов вот людям, которые сомневаются, которые ждут помощи от, там, я не знаю, сверхцентров, сверх каких-то лекарств, сверхопераций, сверхстимуляторов, сверхпрофессоров. Вот, свои несколько слов как наставления. Ну, вот у меня, в принципе, в коем случае, то есть у меня органитивное сердце такое вот, которое бы давало вот эту аритмию, ее бы не обнаружили. То есть у меня получились какие-то серьезные эмоциональные нарушения. Вот эта гимнастика, она позволяет гармонизировать организм и получить результат. то есть, но единственное, надо поставить цель и очень серьезно к этому идти, потому что курс лечения продолжался где-то 10 месяцев, да? Да, но я тогда и говорил, что где-то год, не меньше. 10 месяцев, то есть это изо дня в день, утром, вечером, да, победа некуда было, утром, вечером, матом. Скажи мне, а когда уверенность появилась, что результат уже будет? То есть, когда я в Владимире приехал, это было где-то через месяц, да? Да, через месяц. То есть, целый месяц еще были сомнения, и я хочу сказать, что когда вы занимаетесь, то не надо фанатично верить, нужно всегда подходить критически, сомневаться, пробовать, осторожно подходить, чтобы на самом деле, если вы уже поверили, вот как сейчас вот, как сейчас, не фанатичный взгляд, это взгляд человека, который осознанно понимает, что сделать, и что сделать, этот результат еще лучше. Потому что попасть сейчас, допустим, так, теоретически подумать, попасть с эритмией, значит, где-то в командировке, да? В какую-то там реанимацию ехать. То есть, сиди дома, прибитый, как гвоздями в стул, и давай двигаться. И по-рубому чипу скорая помощь, вот и все. Поэтому надо сделать выбор в этой жизни. Что ты хочешь делать? И вот здесь я хочу сказать, что очень важно это доверие самому себе. То есть, он верит уже не мне, не лекарствам, не кардиоствам, он верит в себя. Через себя, так сказать, великие возможности. но потом, опять же, вот изначально, о чем разговор был? Что вот, вот человек, вот организм, вот позвоночник, да, слово, позвонить. Да. если есть нарушение позвоночника, вот позвоночник вот такой был. Понятно, он дает проблему? То есть, в процессе работы позвоночника нам организовали. Да. То есть, пришел он с одной проблемой, а пришлось разбираться со мной, включая и колени, и позвоночник, и голову, и общее состояние. То есть, вопрос, конечно, сейчас мне, как спортсмену, бежать там, хотя бы даже километр, или там, 400 метров, как спринтеру, да, понятно, я не тренировал, но в нормальной жизни, ну, как в работе, нести колоссальные нагрузки, я спокойно это делаю. хотя, в принципе, для тонуса надо еще, видимо, заниматься. Мы позанимаемся еще, будет и мастер-классов для таких людей, которые прошли. Скажи мне, а вот, какие сомнения были? То есть, то, что вызывало сомнений, или как бы людям сказать о возможных ошибках, на что бы они обратили внимание? Для того, чтобы вылететь, надо до этого дойти и созреть. Вот так же, как вино, допустим, позже надо, чтобы оно прошло. То есть, ты хочешь сказать, что ты тогда созрел, уже и понял, что уже дальше двигаться нет. Но, кстати, это тоже важно. каждый путь, что черты делаешь, или сюда идешь, или сюда. Либо кардиостимулятор инвалидность, либо ты начинаешь работать, на самом деле, потому что просто так от не привел, и уйдешь от этой проблемы. Причем, мы же тогда говорили, это же много висит, что невозможно вернуться в эту точку. То есть, если уходишь, поднимаешься выше. То есть, или падаешь ниже, или падаешь ниже. Но сегодня я вот, как бы, ну, говорите, пронялся выше. Пронялся выше. Потому что, ну, по крайней мере, я смотрю на сверстников, вот даже по физическим кондициям, как бы, лет на 10 я помоложе немножко. В моем ощущении. Да, ощущение одно. Ну, и внутреннее состояние, оно же болезненно тянет с собой внутреннее состояние, душевное, духовное состояние. Я не буду говорить там о других моментах, так, нашего бытия, но вот это же здорово сказывается. Потому что, когда ты сильно болеешь, когда вот каждый минуту за пункт схватаешься, какая работа может быть, какое будущее может быть, какое планирование. Поэтому, для того, чтобы в этой жизни что-то добиваться, надо быть здоровым. Но здоровый это не тот, который может там 300 килограмм поднять. Здоровый тот, который может спокойно на грузке удерживать. Без проблем, без всяких неожиданностей. То есть, вот ты знаешь, что у тебя там график на месяц такой-то, ты знаешь, что ты на капельничную поддержишь. Вот это самое главное. То есть, спокойно в жизни видеть перспективу и если, допустим, понимаешь, что ты что-то делаешь плохо и придешь к капельнице, да, и это делаешь, ну тогда зачем? То есть, ты осознанно понимаешь, что ты можешь прийти на капельницу и положить ответственность на врачей. Потому что, вот здесь очень важно, чтобы вы услышали, что человек взял ответственность за свое здоровье на себя. Даже он вот говорил, что таскал, делал. Вот ситуация была, когда там потерял сознание и все могут сказать, да я все в больнице, нет, все равно буду, лекарства, нет, принимать не буду. Я уже даже где-то с себя сняли, я уже сприми лекарства, не буду принимать, я еще выдержу. То есть, это внутренняя уверенность, но и, собственно говоря, здесь как... ты сам себя не обманешь, потому что, допустим, ты понимаешь, что ты хочешь в жизни добиться и что здоровье это необходимо и достаточное, ну, необходимо это точно, может быть, даже недостаточно, так, то сам себя не обманешь. То есть, если ты знаешь, и пёс сам говорит, вот это, вот это надо сделать, вот это надо пройти, будет результат, пока не пройдешь этот путь, результат не будет. Вот если ты идешь на это осознанно, результат получается. Если не идешь, то результата нет. Ну что же, спасибо большое.